Добрый день, ребята, мои творческие друзья и гости моего канала. С вами Эльфира Загитовна, канал Империя Творчества. Нарисуем сегодня легкий пейзаж. Для работы нам понадобится бумага для акварели, стакан с водой, палитра, гуашевые краски и акварельная краска. Акварельной краской мы будем закрашивать фон. Кисти синтетические. Большая кисточка плоская синтетика и маленькая кисточка круглая. Для фона я вот подложу бумагу. У меня малярный скотч закончился. Я обычно приклеиваю малярным скотчем. Сначала я всю бумагу увлажняю водой. Даже можно взять кисть побольше для фона. Хорошенько смачиваю. Акварельной краской начинаю закрашивать. Набираю желтый цвет. Побольше на середине желтого цвета. Оранжевый цвет. Чуть по краям. И коричневый цвет. По краям. Даже можно смешивать. Оранжевый и коричневый цвет. Вот так. Беру чистую кисточку. Набираю еще голубой цвет. Немного по белым местам. Добавляю голубой цвет. Даже больше водичек. Вот так. И оставляю сушиться. Нишнюю водичку можно убрать. Тут уже понадобится кисть помягче для акварелии. Вот таким вот образом можно убрать лишнюю водичку. Или же салфеткой чуть-чуть отмакивать. И оставляю сушиться. Наша бумага высохла. Вот смотрите совсем сухая потому что я бумагу положила около батарейки. Потом положила под книжкой чтобы выровнять продолжаем работу. Я буду рисовать теперь куашевыми красками. Беру плоскую кисточку синтетику. Я набираю белый цвет куашевой краски. Сюда добавляю чуть-чуть синего. Можно добавить чуть-чуть коричневого. Вот такой вот светло-серый цвет коричневым оттенком получился. Чуть-чуть добавляю водички. Надо должна быть полужидкой. Рисуем деревья заднего плана. У меня плоская кисточка. Я буду рисовать тонкой стороной. Рисуем тонкие стволы. Где-то вот отсюда начинаем. Тонкие деревья. еще тоньше. Ближе подальше друг от друга по-разному. И этим же цветом чуть-чуть добавляем коричневый Листом вот отсюда. Сюда же добавляем чуть черного добавляем коричневый цвет. более темный цвет коричневого получается. Хорошенько смешиваем водой. Должен получиться полужидкая краска, чтобы было удобно рисовать стволы деревьев. Смотрите, теперь вот не тонкой стороной, а широкой стороной рисую стволы деревьев переднего плана. Можно рисовать, конечно, и круглой кисточкой. Вот у нас круглая кисточка. Тонким концом они могут быть разные кисточки. Вот я рисую широкой стороной. Теперь я стол ставлю где-то вот тут, ближе к нам. и начинаю рисовать корявое дерево. Такое толстое внизу, потом поворачиваю чуть тонкой стороной начинаю рисовать еще тоньше. Вот такое вот дерево. И с этой стороны рисую широкой стороной, не отсюда, а вот ниже. Та же может чуть ниже опустить, чем этот. И та же. Сюда прямо поворачиваем, рисуем корявое дерево. Давайте еще сюда. Одну нарисуем уже, сделаем потоньше. И они вот так вот даже пересекаются. Внизу сделаем потольше, внизу толстые, толстый ствол внизу, чем выше, то потоньше. Можете взять тонкую кисточку, я буду рисовать тонкой стороной вот этой вот лоской кисточкой. Я эту кисточку купила только вчера. Я хочу попробовать рисовать этой вот кисточкой. Номер 10 Броверг. Такой размер, конечно, удобен для маленьких форматов, когда рисуем на маленьких форматах. Когда рисуем уже на больших форматах, А4, А3, лучше, конечно, взять большие кисточки, даже больше этого. Это у меня 16, даже больше. в виде ведом рисуем веточка. Смотрите, я скользу по стволу и поворачиваю и вот так веточку рисую и закругляю. Тоньше, тоньше, тоньше. еще толстым закругляю немного и таким же образом рисуем остальных. добавляю черного черного и с правой стороны подтягиваем. отрывистыми линиями нескважными отрывистыми можно добавить еще веточек. и вынуваю кисточку. Беру белый цвет, добавляю сюда белого с коричневой венкой, добавляем бликов, добавляем свет чуть полусухой кисточкой. не везде вот кое-где потому что еще рисуем нарисуем с вами крон деревьев это все можете закрыться. Широкой стороной тут с левой стороны подальше свеклеет он под деревень ближе потемнеет он я беру красный цвет белого добавляю для плотности и добавляю желтый цвет у нас живопись мы учимся смешивать краски и получаются разные сложные оттенки вот я все еще рисую этой плоской кисточкой и вот такие вот масочки рисуем крону деревьев собираем в отдельные кучки вот сюда 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 вниз набрасаем оранжевых листьев подальше помельче розочки выше покрупнее добавляем еще белого желтого светлый тон оранжевого получается и вот на эти скопления добавляем светло оранжевых стараемся наверх этих мазочков вот мазочек наверх вот таким вот образом наверх каждого мазочка длина кредит берем белый цвет желтый водички светло желтый цвет светло желтый цвет и в Это дерево у нас будет более светлым. Желтыми листьями и в эту сторону оранжевым, еще более светлым оранжевым. Для светлого тона добавляем белый цвет. Белым цветом, белыми носочками, вот наверх этих шапочек, больше, вот шапочка наверх светлых носочков. Добавляем вот шапочка наверх этой шапочки светлых носочков. Белый цвет и добавляем вот наверх этих оранжевых шапочек. Белый цвет смешивается с оранжевым, появляется объем. Кисточку держим по разной груди. Дерево у нас с этой стороны больше желтыми листьями, а слева больше оранжевыми листьями. Сюда можно добавить, конечно же, силуэты людей. Набираем черный цвет, смешиваю чуть с белым. Сюда появляется темно-серый цвет. И рисуем пару, нарисуем. Вот голова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это примерно такая вот голова. У меня есть на канале, как нарисовать силы девушки. Девушка с Антом, кажется, называется. Можете посмотреть. Парни нарисуем повыше. Плечи пошире. Вот сначала рисуем треугольником. Потом постепенно расширяем. Курточку можно сделать даже пошире. За руки взялись. Закругляем. Отпускаем чуть-чуть. Отпускаем чуть-чуть. Брюки клюши. Подробностей рисовать не будем. Берем белый цвет. Сухой белой кисточкой. Вот даже обсушить можно. Как сказали, мы с этой стороны идем. Значит, цвет добавляем с левой стороны. Мы еще сделаем, нарисуем с вами. еще раз силуэт человека как я уже сказал у меня есть на канале такое видео как нарисовать силуэт девушки подробным описанием девушка с Антон можете посмотреть тень у нас падает отсюда наша работа завершена мы нарисовали с вами еще один осенний пейзаж бесконечно можно нарисовать про осень но мы с вами прощаемся до новых встреч друзья а и и Субтитры создавал DimaTorzok